Привет! Сегодня шестой и заключительный день моего путешествия. Вчера я анонсировал посещение интересного места. Но слишком уж далеко я уехал от дома, поэтому уникальный, огромный неоготический собор в Гусь-Железном останется для следующего путешествия. И для следующего же путешествия останется Йошкар-Ола. Город, в котором уникальный губернатор Леонид Маркелов оставил не менее уникальное архитектурное наследие. Для следующего же путешествия останется Саранск, столица российского Копрома. Скорее всего, вы даже не слышали о таком первене, а Саранск, столица российского Копрома. Это характеристический романтизм, экспериментальный термин, который пока не устоялся в искусствоведении и истории архитектуры. Еще очень хотелось попасть в Жигулевские горы, потому что вот эти вот, как из учебника по природоведению Пологи и Крутой берега, для меня это экзотика. Хотелось посмотреть, но времени не хватило. Надеюсь, что когда-нибудь я повторю поездку по Волжью, потому что посмотреть здесь есть на что. Кстати, когда в прошлый раз мы с Женей снимали в таком же формате ежедневных съемок, мы потом решили, что больше мы так делать не будем, слишком это утомительно. Но вот после этой поездки у меня совершенно другие ощущения. Мне наоборот понравилось и хочется продолжать. Возможно, дело в том, что при путешествии и съемке в таком формате ежедневном возникает совершенно другое ощущение времени. Ты живешь здесь и сейчас, ничего нельзя отложить на потом. Жизнь как бы концентрируется. И вот это вот ощущение, этот опыт, мне кажется, они применимы не только при съемке видео о путешествиях. Их можно перенести на другие сферы жизни, и это было бы полезно. Да, времени было мало и совершенно точно не хватило времени на Нижний Новгород. Город заслуживает более детального изучения. Он очень интересный. И надеюсь, что когда-нибудь мы приедем в Нижний, чтобы снять полноценный обзор. А еще бы не хватило Жени в этой поездке. Не только потому, что она могла бы менять меня за рулем, и не потому, что через месяц, 20 лет, как мы женаты, и мы жить не можем друг без друга. Жене очень пригодилось бы мне при съемках «Белой мечети» в Болгаре. Потому что, когда архитектуру дополняешь красивой женой, получается совершенно другой результат. Можно рассказывать историю, наполнять ее разными смыслами, экспериментировать. В общем, много вариантов для творчества. Мне было бы интересно. И смотреть такое видео тоже было бы интересно. Несколько прикладных выводов из этой поездки. Самый вкусный кофе на заправках «Ирбис». Это заправки, которых больше всего в Татарстане, и их количество уменьшается по мере удаления от Татарстана в сторону Москвы. А еще оказалось, что на заправках можно условно полноценно, а главное быстро питаться. Скорость была для меня важная, учитывая, как мне не хватало времени. Помимо традиционных гамбургеров и сосисок, там можно купить в вакуумной упаковке супы или вторые блюда. В общем, у меня получился такой очень своеобразный гастрономический туризм. Эта поездка была полезной для меня с точки зрения тренировки навыка стори-тейлинга, то есть рассказа истории. Ведь даже в таких коротких, трех-пятимутных выпусках должна быть ролика, структура и история сначала и на концом. А это самое сложное при создании видео. И мне приходилось экспромтом, взаимодействуя с обстоятельствами, из головы на ходу придумывать, что мне снимать и что мне рассказывать. Надеюсь, я смог развиться в этом направлении и надеюсь, что смотреть эти выпуски было интересно. Чтобы у этого короткого, незатейливого выпуска была хотя бы какая-то драматургия, прямо сейчас перенесемся в ночной Петербург. Я почти доехал. 1600 километров за день и 4000 километров за всю поездку. Спасибо, что смотрели. У нас, кстати, маленький, но очень приятный юбилей. 3000 подписчиков. За это тоже всем отдельное спасибо. Кстати, я уверен, что если выпуски про Нижний Новгород или Болгар могли посмотреть какие-то случайные зрители, то вот это видео смотрят только те, кто знает наш канал и смотрит его регулярно. И таким нашим зрителям я говорю отдельное особое спасибо. Вы очень вдохновляете. И эта поездка состоялась во многом благодаря тому, что у нас есть поддержка. Ну все, у меня осталось буквально полтора километра. До новых встреч на канале. До новых встреч. - Kranken. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...